За 25 лет работы в школе Наталья Булетова привыкла объяснять ребятам даже самые сложные вещи и явления простыми словами. Но предмет сегодняшнего урока, который называется «Мы разные, мы вместе» – случай особый. А потому вначале ее голос звучит медленно и даже отчасти медитативно. Насколько разнообразен наш мир, наверное, вы никогда об этом не задумывались и не представляли. Мы все с вами разные. Мы взрослые, а вы дети. Русые, рыжие, светлые. Все мы должны понимать друг друга. Существует очень красивое слово – толерантность. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, а что это? Надо признать, что немногие взрослые знают определение слова «толерантность» – термина, обозначающего терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. А вот такие понятия, как любовь, дружба, сострадание и первоклашкам уже близки. Глядя мультфильм «Гадкий утенок», их сердце на стороне того, кого все считают уродцем. Не случайно этот урок терпимости к тем, кто отличается от себя, проводится именно в Лопатинской школе. Здесь учатся дети самых разных национальностей. Русские, таджики, армяне, азербайджанцы, украинцы. Есть даже дети из Таиланда, Доминиканы и Египта. Не является исключением и многонациональный первый Г-класс. Вместе мы с тобой в ответе за чудесное жилье, потому что на планете все твое и все мое. И пушистые снежинки, и река, и облака, и тропинки, и травинки, и вода из родника. Мультфильмы и рисунки, национальные костюмы, стихи и песни. Цель использования столь богатого набора изобразительных средств – донести до детей главную мысль. Люди Земли – одна большая семья. Сейчас достаточно тяжелое время в нашей стране, да, и в мире. И поэтому хочется обратить внимание на то, что мы должны быть более сплоченные, дружные более, воспринимать друг друга такими, какими мы есть. И я думаю, что сегодня нам это для детей первого класса удалось. Судя по всему, этот урок ребята усвоили на отлично. Как по-твоему, как люди должны относиться друг к другу? По-доброму, хорошее отношение должно быть. Должны любить друг друга и дружить друг с другом. Хорошо должны относиться. Забудуя у нас в классе большая семья. Важность этого урока особенно становится понятна именно сейчас, в неспокойное время. И можно быть уверенным, эти ребята, получая подобные небольшие прививки доброты, пронесут любовь к ближним через всю жизнь. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова